Стефан, ну вот что еще я хочу отметить. Дело в том, что Крым называют большой стройкой, но тем не менее, оказывается, существуют у нас некоторые проблемы в градостроительной области. И именно эти проблемы предлагаю прямо сейчас обсудить у нас в гостях, тем более уже находятся наши гости. Зарема Нагаева, заведующая кафедрой градостроительства КФУ имени Вернадского Академии Строительства и Архитектуры, я забыл добавить. Доброе утро. Доброе утро. Кстати, как оно началось? Традиционный вопрос. Началось, как всегда, рабочее. Приехала на работу сначала к вам, а далее уже идет рабочий процесс, как всегда. Я так понимаю, что, видимо, проблем очень много, что у вас утро начинается сразу с работы, с рабочих моментов. Ну, дело в том, что я все-таки заведую кафедрой, а это накладывает свои обязательства на работу. У меня 500 студентов учатся на моей специальности, естественно, этим надо заниматься конкретно. То есть специальности, я так понимаю, популярны? Очень популярны. У нас всегда конкурсы при поступлении к нам на нашу специальность. Ну, тем более, в настоящее время, когда бум строительства в Крыму, естественно, что очень много желающих получить эту специальность. То есть речь идет о будущих архитекторах? Да, речь идет о будущих архитекторах, градостроителях, которые будут работать в Крыму, но не только. Наши студенты работают за границей достаточно много, работают на материке. Так что... Зарима Садыковна, насколько известно, в городе есть проблемы в градостроительной отрасли. И вот какие это проблемы и помогают ли в разрешении этих ситуаций ваши студенты? Дело в том, что проблемы, конечно, есть, потому что идет бум, и необходимо учитывать очень многие условия для застройки среды, не только в Симферополе, конечно, во всем Крыму. То есть необходимо застраивать населенные пункты таким образом, чтобы все это создавало определенные образы различных населенных мест, которые имелись, в традициях архитектуры и градостроительства. Ну и все это должно соответствовать всем нормам и правилам. Поэтому, когда идет такое напряженное время, да, застройка, то наши студенты очень активно в этом участвуют. Мы стараемся брать наши проекты дипломные, курсовые, связанные с конкретными задачами, которые стоят в Крыму. Ну, примерами можем назвать, например, обустройство Салгира, реки Салгир, мы этим активно занимались. Мы занимались благоустройством города Симферополь. Мы весной выиграли несколько очень хороших дипломов в первой степени. Это с городом мы работали с Маленко Натальей Федоровной, главой администрации. И работали с нами еще преподаватели кафедры ландшафтной архитектуры Репецка Анна Игоревна. И все мы вместе сделали ряд очень интересных проектов по обустройству и благоустройству города Симферополь. Делаем сейчас набережную ПГТ Николаевка, тоже делают наши студенты. То есть мы стараемся на нашей кафедре давать все задачи, ставить, которые необходимы в настоящее время для Крыма. То есть задачи современные, актуальные? Конечно, которые в настоящее время решаются, скажем так, и проблемы. Но мы активно сотрудничаем с Министерством строительства, с главным архитектором Крыма Ириной Валентиновой Соловьевой, с городскими властями, другими. Вы знаете, я хотела отметить, какая для меня, например, проблема, что сейчас не сохраняют наш исторический стиль. Он очень красивый, но все от него отходят. И ближе идут к вот таким стеклянным коробкам. Это является проблемой или все-таки нет? Ну, в какой-то степени это проблема, потому что, во-первых, Крым нуждается в жилье. Если вы заметили, то большей частью все-таки строится жилье, да, чтобы обеспечить. Но при этом все-таки мы идем в том направлении, что нужно соблюдать историческую среду. Мы об этом все время говорим, и я в том числе. Мы пишем служебные записки нашим государственным структурам на эту тему. Ну, я член городостроительного совета Республики Крым, и эти вопросы часто обсуждаются. Да, может быть, это не всегда получается, не так, как хотелось бы, но мы к этому стремимся. А во всяком случае, архитектурные власти, общественность, они хотят, чтобы мы сохранили исторический облик, и в том числе столичного города, города Симферополь. Ну, в этом плане есть ряд задач серьезных. Вот, например, старый город Симферополя, вы, наверное, знаете, да, который, собственно говоря, пока не соответствует своим обликам. Мало того, у нас есть памятники архитектуры в Крыму, и мы, конечно, должны их охранять, и вообще объекты культурного наследия. Для этого мы должны принимать все меры, в том числе различного рода постановления, решения и так далее, и так далее, для того, чтобы мы могли как бы, ну, примериваться к этим объектам и не допускать никакого случайного строительства. Это серьезная большая работа, она связывает нас со всеми остальными структурами, и студентов кафедры, в том числе и преподавателей, конечно, потому что мы не можем равнодушно относиться, что вокруг нас происходит, к тому, что вокруг нас происходит. Ну, а вот сколько памятников архитектуры было утрачено в итоге, вот хаотичной такой застройки? Вот если можно в процентном соотношении, и у нас, к сожалению, остается очень мало времени, потому... Ну, я вам точную цифру не скажу, но я хочу сказать, что все-таки более-менее благополучно у нас в этом Крыму, в нашем Крыму, что практически памятники не были утрачены. Другой вопрос, что многие из них находятся в плохом состоянии, их надо восстанавливать, да, но при этом мы не пришли к тому, чтобы уничтожать памятники и на этом месте строить какие-то новые объекты. Этого пока нет, слава богу. Нам нужно решать вопросы с охраной их, с охраной, восстановлением. В этом тоже наши студенты принимают очень активное участие. Тема очень серьезная, конечно же, она требует более серьезного обсуждения и больше времени. Спасибо вам большое. Напомню, у нас сегодня в гостях Зарема Садыковна-Нагаева, заведующая кафедрой Града строительства, Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Невернацкого. Угу.